хоть когда-то я сниму что никого нет а никого нет просыпаемся теперь каждый раз все раньше и раньше смотрите кого мы нашли идем идем таки а тут вот такая жопа убежал жопа мама с папой сидят смотрите куда мы добрались короче мы в москве и мы полтора часа почти втыкали в метро не потому что там много пересадок там и все так хотя много а просто потому что мы мы ну я дебил несколько раз мы вышли пришлось несколько раз за вход снова платить прогулочки так увлекательно я думаю многие ржали над вот этим зданием и это будет не ново ну как как люди там вообще существуют в этом здании они как приходят туда и сидят вот так вот работа мы не знаем куда мы идем ну короче нам нужно на набережную чтобы пофоткаться возле вот этих гигантов и все все такое ну а пока мы идем просто не знаю куда куда и зачем и и почему но все как обычно вот мы короче дошли теперь нам да надо отойти куда-нибудь подальше чтобы можно было вот этой красотой полюбоваться порассуждать о вечном а высоком ну и пофоткаться конечно же да что ты за метро за это господи все туда поза для фоточик поза секси поза шмякси красота мы уже обфоткали это место с разных сторон как могли только теперь мы держим путь но в общем будем держать только путь нам нужно план проложить в своем в общем все увидите короче мы тут идем по набережной а здесь такие как европейские кафешки так прикольно столько цветочков и правда в европе не было но очень похоже все на то что я вижу в интернете красота ну чё к путину в гости или он не здесь сидит неплохой видок такой я вам скажу а чё так люков мало не знаете надо было больше сделать 6 не дошли еще идем до арбата там какие-то выставки в общем какая-то фигня которую какую кто хочет посмотреть и мы тут зашли в магазин ой ой как бы показать взяли горох я очень люблю горох и квас но в последнее время только да квас и пьет особенно очаковский реклама но он реально вкусный посмотрите куда мы зашли в какой рай особенно старбукс нам не нужен да потому что у нас есть очаковский класс с которым как-то стрёмно к старбуксу даже подходить мы купили кстати целый пакет сладостей целый пакет короче я вставлю фотку в общем там чуть-чуть целого но для нас это целый пакет еще потому что мы нам вообще нежелательно жрать сварка вообще никому нежелательным фу такая красная но старбукс работает только на вы нас поэтому мы даже не знаем что мы хотим у нас дофига всего с собой поэтому наверное мы не пойдем туда я хочу что-нибудь попробовать хотелось бы ну ладно селись на такой как бы веранде возле старбакса сторожим типа ну вообще думаем короче брать что-нибудь там не брать каждый раз сидим и смотрим что куча людей возле старбакса собирается так вот мы сидим на нас смотрят как на бомжей каких-то не знаю почему то люди так глазеют что здесь такого мы просто просто сидим пьем и кушаем конфетки ничего такого не делаем но в итоге всем очень интересно поэтому мы просто смотрим на них и видео про еду снимать как на чем можно зарабатывать короче мы в ответочку смотрим на всех и почему-то все с такими лицами ходят это очень смешно и мы их копируем и ржом сидим здесь больше на ногу классно у нас день продолжается а там вон чувак где-то да вон снимает интервью в которое мы удачно попали если это куда-нибудь хоть ставят так куда мы пришли прикольный такой городок из всяких магазинчиков кафе но там не очень красиво В общем, здесь прикольно. Даже, даже, вау. Мы нашли фотоавтомат. Ой, господи, кот. Как тут у меня набраться. Вы видите просто посадку машины и какая вообще толща воды. Вау. О, такое все прикольное. Там такое потопище, что мужчина просто сливает воду. Прям к нам. Мы когда-нибудь найдем это кафе долбанное. Ходили вокруг да около. А оно, короче, тут вот немножечко... Немножечко в заколочке каком-то. Вот, представь, везде люди сидят, кроме этого места. Может, не пойдем сюда? Ну, окей, ладно. Это Чебе-кафе. Посмотри на этого грустного кота. Котя, ты такой... Просто... Кот грустинку споймал. Котя! Котя! Ты друг курьезки? Круто. Здрасте. А без перчаток можно к вам? К нам можно только с первой кадрами. Если я еду в первой кадров, то только на вынос. Поделаем. К сожалению, на вынос нельзя. Стараться сейчас. Класс. А у меня есть еще? Нет. Ну, хорошо. Можно посмотреть, что на вынос есть. А, это все? Можно одну мачо? Верло. И мою возьмешь, что ли? А, ну, лучше. Хе-хе-хе. Верло. Ну, что, спаём? Ой, она не плютиная. Ха-хе-хе. Ха-хе-ху. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. закроет и просто смотрел анастасис анастасис наверно и она пила мальчик она говорила что это пройдите ну как я сейчас это лично не обижай вот это зелень вот это болото буду пить я уже в принципе попробовал по запаху и на вкус немножко отдает селеночкой заваренный теплое молоко ну да кстати теплая середочка себе взяли битту с мексиканской всякой добавкой короче очень вкусно должно уже попробовала ой у меня что-то все вылилось да мы любим вообще пожрать нашли фонтан я не знаю как он называется но тут фонтанируется всех филей про реально короче мы не объяснили почему мы не пошли в кафе это чп которая нас не пустили потому что да нет qr-кода который ты можешь получить когда ты привьешься я в принципе у нас на работе короче обязалов как как и во многих организациях сейчас это будет это заловкой прививаться и соответственно я сначала дала согласие потом посмотрела некоторых блогеров которые против этого у которых просто безвыходная ситуация но им пришлось привиться и во всяких историй понаслушалась и теперь вот думаю а надо ли оно мне приехал в москву погуляв здесь ну как бы мы кроме метро больше практически ничего не видели очень интересно у вас здесь москве ничего не скажешь но что теперь делать непонятно жаль просто в такие красивые места какие-то вот мы хотели на останкинскую вышку пойти на экскурсию но скорее всего и там нас не пустят потому что в москве уже это как обязаловка что ты должен ходить с qr-кодом что ты должен быть привитым и это печаль на самом деле пошли посидим по-царски переводом или наличным а я могу перевести мы только что съели очень вкусную кукурузу никакой нормально преувеличила уже на ровном месте у нас позастревала во всех нужных и ненужных местах так сказать мне знаете такое ощущение как будто мы в москву приехали пожирать нам повезло что перед поездкой мы посмотрели погоду взяли с собой зонтики какие-никакие еще футболки для того чтобы если вдруг станет холодно после дождя накинуть их на себя короче у нас такие приключарики были мы напоследок уже практически были на вокзале уезжали где-то около 5 часов было сейчас 7 в общем мы обнаружили ну кто-то обнаружил что нет телефона мы давай вызванивать давай это все узнавать кто куда зачем и в общем у черта на куличках забирали этот долбанный телефон это капец просто мы наверное не изучили но подучили скорее всего метро московская поэтому гидами мы пока не перестанем но как бы уже чуть-чуть осталось но как низто вороешься ты снова его потеряла в общем прощай не просит как там до встречи москва чем мы еще сюда вернемся мы вот так вот сюда приехали мы еще сюда приедем и даже об этом не сомневаюсь мне кажется еще и как безнадежно короче только что это чудо не могло найти билет обратный а он на минуточку так как мы на скоростном ехали поезде электрички в общем 350 рублей стоит поэтому как-то человек или что за день что пошло не так а вообще холодно но теперь точно все по-маленькому ходили в туалет мочи мочи спусками есть